Вопрос. Должен ли паломник, совершающий паломничество Темат-Тор, совершать обход и ритуальный бег для хаджа? Или ему достаточно сделать обход и ритуальный бег для умры? Ответ. Хвала Аллаху. Мухаджиры, ансары и жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вошли в ихрам для совершения прощального паломничества пророка, и мы вошли в ихрам. Когда же мы достигли Мекки, посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, сделайте ваш ихрам для совершения паломничества и храмом для совершения умры, если только кто-то из вас не привел с собой жертвенное животное. Мы совершили обход вокруг дома, ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, а после выхода из ихрама имели близость с женами и облачились в обычную одежду. Он сказал, тот, кто привел животное для жертвоприношения, то он не выходит из ихрама, пока не дойдет жертва до своего места. И вечером, в день Таруия, это восьмой день месяца Зульхиджа, он велел нам войти в ихрам для совершения паломничества. Когда мы закончили обряды, стояние на горе Арафат, ночевку в Муздалифе, бросание камешков в Джемрату-Л'Акаба-Тиль-Кубра, десятого Зульхиджа, мы совершили обход вокруг дома, ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, и так закончили свое паломничество, и должны были принести в жертву животное. Шейх Ас-Чемкиты и сказал, это достоверный хадис из сборника Сахих-эль-Бухари. В нем находится ясное доказательство тому, что паломникам, которые совершают паломничество Там-Ат-То, выйдя из ихрама для малого паломничества, обходят вокруг Каабы и совершают ритуальный бег для малого паломничества, а в другой раз совершают обход вокруг Каабы и ритуальный бег для паломничества. Это сильное доказательство по этому вопросу. Он также сказал, из сказанного нами стало очевидно, что хадис от Ибн Аббаса указывает на то, что паломник, совершающий паломничество Там-Ат-То, совершает ритуальный бег и обход для паломничества после стояния на горе Арафат, и не ограничивается обходом и ритуальным бегом, совершенным им во время умры ранее. Это верный текст шариата со всех сторон и решающее доказательство по этому вопросу. Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала, те, кто вошли в их храм для совершения малого паломничества, совершили обход, а потом вышли из-за храма. После того, как они вернулись из Мины, они совершили еще один обход. Что касается тех, кто совместил умру и хадж, то есть совершил хадж Киран, то они совершили только один обход вокруг Каабы. Шейх Ашченкиты и сказал, это ясный текст, который приводят Аль-Бухари и Мусли. В нем упоминается различие между паломником, который совершает паломничество Там-Ат-То, и тем, кто совершает паломничество Киран. Паломник, совершающий Киран, делает все то, что совершает паломник, совершающий только хадж, а паломник, совершающий паломничество Там-Ат-То, совершает обход вокруг Каабы во время умры, а после и во время хаджа. После этого хадиса и предыдущего хадиса от Ибн Аббаса, который приводится у Аль-Бухари, нет никакой причины для разногласий по этому вопросу. Мнение того, кто говорит, что под одним обходом, который упоминает в хадисе Аиша, подразумевается ритуальный бег, оправдано. Это мнение избрал верным Ибн-Уль-Кайм, я его считаю обоснованным. Эти хадисы указывают на верность мнения о различии между паломником, совершающим паломничество Тамато, и паломником, совершающим паломничество Киран. Это мнение большинства ученых, и оно, если пожелает Аллах верно. Ученые Постоянного Комитета сказали, паломник, совершающий паломничество Тамато, должен совершать два ритуальных бега, ритуальный бег для умры и ритуальный бег для хаджа. Это мнение также считал верным шейх Мухаммад ибн Ибрахим и шейх Ибн Утаймин, сказав, Аллаху ведомо лучше.